В Козловском районе заложили капсулу на месте, где совсем скоро появится мемориал строителям безмолвных рубежей. Чтобы помнили, даже не просьба, наказ, едва ли не требование. Слишком о многом пытаются забыть, слишком многие пытают извратить историческую правду, прикрываясь человеколюбием и задавая, пожалуй, один из самых коварных вопросов, который может быть задан по отношению к истории. А что если? А что если капсулу, заложенную сегодня, прочитают спустя полвека? Вы только представьте себе, женщины, старики и подростки, вручную вынули почти 5 миллионов кубометров мёртвой земли. У каждого мобилизованного должна была быть при себе лопата. На 5 человек полагался 1 топор, на 10 – 1 носилки, на 20 – 1 лом. Мы верим, что вы будете достойны в памяти наших отцов и матерей, их родителей. Капсула с посланием потомкам 2071 года. С призывом не просто не забыть, помнить подвиг предков. Капсулу надёжно запечатали и залили цементом. Через три месяца здесь будет мемориал. В конце 41-го года, когда враг рвался к Москве, здесь в глубоком тылу 170 тысяч человек, женщины и дети, вгрызались в мёрзлую землю, строили оборонительные рубежи. Было не до фотографий и записей. Реализовывая все те мероприятия в течение текущего года, это и изучение архивных документов. Это совместная работа учёных, причём учёных не только Чувашской республики, но и многих других регионов, которые было организовано совместно Министерство культуры и Института гуманитарных наук Чувашской республики, показало, что мы очень многого не знали. Мы очень многого не изучали. И вот эта работа, которая была проведена, нам позволяет создать достаточно цельную картину событий тех времён. На торжественную церемонию пригласили и участницу строительства рубежей, 97-летнюю Дарию Родионову. В 41-м ей исполнилось 19. Вместе с мамой и старшей сестрой они вызвались. Сегодня Дария Родионовна – одна из немногих свидетелей тех лет, кто дожил. И её память бесценна. Сперва я ходила по деревне. Согласно архивным данным, каждый дом заходила по этому списку. И интервью брала. У нас в деревне, в Карачеве, живут два участника, которые непосредственно работали на этих работах. Окопы рыли вдоль реки Аниша. О трудных годах, что они голодные были, холодно было в это время очень, но всё равно же они делали всё, чтобы вырыть эти окопы, чтобы побыстрее разгромить врага. Автор мемориала – архитектор Константин Фомин. Он же разработал и памятник советскому солдату в Оржеве. Работу Фомина для Чувашии признал лучший творческий совет российского военно-исторического общества. Мемориальный комплекс – 38 металлических стелл, по одной за каждые 10 километров оборонительных сооружений. Позднее здесь появится музейный комплекс. Собрать в одном месте все исторические материалы, документы, всё, что сохранилось с момента строительства рубежей, здесь будет создан музей в перспективе. Кроме того, мы планируем, что музей будет насыщен различными интерактивными площадками. Мемориальный комплекс планируется открыть уже в октябре. Здесь ждут не только жители Чувашии. Оборонительные рубежи строили в Татарстане, Мариэл, Пензенской и Ульяновской областях. Ольга Алексеева, Татьяна Молкова, Игорь Зверев, Республика.